Всем привет! Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов признал, что в Крыму сильны проукраинские настроения и пригрозил крымчанам, что будет карать их за высказывание симпатии к Украине, за поддержку Украины и даже за исполнение украинских песен. Все началось с того, что какие-то люди гуляли свадьбу в кафе и пели украинскую песню «Ой, улузи, червона, колына». Видео с праздника они потом выложили в соцсетях, потому что им и в голову не могло прийти, что они делают что-то плохое. Казалось бы, ну и что? Ну какие-то люди отмечали, в своей компании пели украинские песни, танцевали. Ну что здесь вообще такого? Какие могут быть проблемы? Они же там не мизиговали, это не какое-то собрание националистов. Но это в нормальной стране петь народную песню не преступление, а на территории, которая контролируется кровожадными и поехавшими российскими психопатами, за такое могут преследовать, арестовать и даже убить. Вот просто вдумайтесь, да, люди, которые находясь в Украине, а я напомню, что Крым это Украина, это оккупированная территория, люди, которые находясь в Украине, просто пели украинскую песню, им за это теперь угрожают. Только за это они больше ничего не сделали. И причем с угрозами выступили не какие-то, знаете, там маргиналы дворовые, а сам гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, который записал целое видеообращение. И в этом обращении он стал угрожать вообще всем, не только этим людям, но в принципе всем. И он заявил, что будет преследовать, карать просто за поддержку Украины, за выражение каких-либо симпатий к нашей стране, нашей культуре и нашим людям. По всем фактам, выявленным в открытом доступе и по оперативной информации, в части того, что на публичных мероприятиях полностью скандируются украинские лозунги, распеваются песни, националистические гимны, особенно в период специальной военной операции, будет наказано данное действие все в уголовном порядке, в отношении и организаторов, и участников всех процессов. Мною поручено по каждому такому факту, а не в сетях, то есть там появляются регулярные, в том числе в рамках оперативной информации, в том числе всех участников, данного мероприятия, которые на кадрах видно, поют националистические гимны. Я считаю, что люди, поступающие подобным образом, ведут себя как предатели настоящие, все пособники и те, кто поддерживает в данном случае украинский режим, соответственно, на мой взгляд, рациональное предложение, надо ехать жить в то государство, которое поддерживается. Не любите нашу страну, едьте туда, где и кого вы любите. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, тем, кто поддерживает Украину, никуда ехать из Крыма не нужно, потому что что? Потому что Крым это и есть Украина. Это оккупанты должны из него уезжать. И что-то мне подсказывает, да, вот события как-то так развиваются, что уже скоро, уже скоро им придется это делать. Во-вторых, то, что мы видим, вот эти конкретные примеры, конкретные заявления доказывают, что Россия установила на оккупированных ею территориях Украины настоящий нацистский режим. И это сейчас не фигура речи. Это не просто пропагандистский треп, как у них, когда они говорят, в Украине нацизм, при этом тут там президент еврей, демократия, ну, как бы, понятно, да. А они действительно установили настоящий нацизм, потому что фактически вводится запрет для украинцев быть украинцами. Вводится преследование просто за украинский язык, украинские песни, украинскую культуру. Это политика геноцида. Самое настоящее. Лингвоцит, этноцит, это все составляющие части политики геноцида. И именно такую политику сейчас Россия и проводит на территории Украины. Причем это очевидно для всех. Вот, пожалуйста, конкретные факты. Когда Путин начинал вот это вторжение, он объяснял свои действия тем, что он якобы будет бороться с украинским национализмом, там, с фашизмом и так далее. Но теперь мы видим, что его цель это не борьба с фашизмом, а борьба именно с украинским народом, украинской культурой, украинским языком. Вообще просто вот действие направлено на то, чтобы саму Украину уничтожить полностью, как явление, как культуру, да. Поначалу, не помните, говорили, мы не воюем с украинцами. Это только вот мы воюем с каким-то фашистским режимом, там, с вот этой хунтой, как еще, да. А теперь они уже многократно показали, что воюют именно с украинцами, именно с нашей культурой, нашим языком. Именно поэтому у них и победить не получится. Потому что нельзя победить многомиллионный народ и заставить его отказаться от самого себя. Поделитесь этим видео, друзья, это важно, чтобы все знали, что на самом деле происходит. Происходит на оккупированных территориях Украины. И подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Кадыров пообещал обратиться к Путину по допущенным в ходе СВО ошибкам. В ходе специальной военной операции были допущены ошибки. И по этому поводу необходимо сделать соответствующие выводы. Кадыров заявил об отсутствии конкретных объяснений, сложившейся на некоторых направлениях СВО ситуации, в течение последних дней до опубликованной накануне информации Минобороны РФ о перегруппировке войск в Харьковской области. Я не стратег такого уровня, как в Министерстве обороны. Но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы. Когда ты говоришь правду в лицо, не нравится тем или иным людям, которые занимаются тем или иным вопросом проблемным. Я всегда говорю правду. Рамзан Кадыров. Гава Чеченской Республики. Не, серьезно, так и написано. Гава. А что не так с перегруппировкой? Нет, смотрите, если вы что-то где-то не совсем удачно перегруппировались, потом перегруппируетесь еще раз. Сможете же повторить? Да сможете, сможете. Куда вы динетесь? Самое главное сейчас только, чтобы кто-то таки до Путина прорвался и объяснил ему наконец-то, что вот эта его спецоперация, и где, как бы так его помягче сказать, там, блин, Коля, не матюкайся. Ну, трошки, скажем так, не по плану. Бо их императорское высочинство про это, наверное, даже и не догадывается. И это, судя по активным истерикам в патриотичных русских пабликах, это у них сейчас последняя надежда. Что генералы у них дебилы, это они уже поняли. Что армия у них гамно тем более, одна надежда на Путина. Что, когда он вот это все узнает, он же наверняка не знает. Вот тогда-то все и поправится. И сейчас вся энергия патриотичных русских кругов идет на поиски цего самоотверженного самоубийца, який пиде и доложит Путину, что он командой куском не нашел неспособного гамна. Вот только там одна проблема. А вы уверены, что цего папа Гапона с таким нехорошим докладом до царя-батюшки пустят? Да и кто бы вообще сказал, что Путину ця тема хоть скольчки интересна? Может, человек занят чем-то другим, более важным чем-то. Так, подивите на его рабочий график, полюбуйтесь. Да и тема, если честно, какая-то, ну, блин, скользко такая. А вы же вождя знаете, он чуть-чуть сразу все, он даже на похороны Горбачева сцикнул, сходить, чтобы еще случайно его вместе с ним там не прикопали и в то время, когда его армия, армия в кавычках, естественно, получала мощнейших трындюлей под Изюмом, чувак ввел такую активную светскую жизнь, ну, поймите, ну, не до этой херни ему сейчас, ну, подивите, как у него все красиво. В Москве состоялся салют. Путин открыл центр самбо и колесо обозрения. Не, по салюту я как раз пытать нема. Вот тут в Москве отдельно спасибо, что так красиво, мощно отметили освобождение Балаклии, Изюма и Купенска, да и по остальному, я б там, знаете, сильно не придирался. Там все, вот буквально все намекало ему, что чувак, ты обосрався. Да, колесо обозрения поломалось тут же, сразу после ее открытия. А спортзал красивый. Не, реально красивый. Не верите? Подивите. Спортивный комплекс соответствует требованиям Международных ассоциаций и федераций бокса и самбо для проведения соревнований мирового уровня. Только вы их там проводить не будете, потому что вы из ГОИ. Но я не про то. На цвета-то там и все обратили внимание, да? Ну, Путин же, наверняка, тоже не дальтоник. Он же должен был бачить, что ему поручили открыть цвета флага Украины. Только он ни хрена так и не понял по факту. Вот мне интересно, он вообще в курсе, что там какая-то война. Или, а, ну откуда? Это же слово у них вообще запрещено. А то реально обидно же может выйти, ему принесут уже текст капитуляции подписывать, а он реально не вплит, к чему ты там вообще все сейчас. Потому его решили аккуратненько так подготовить. Свозили туда, где стреляют, и где ее армия выглядит, ну, хотя бы, как-то не так паскудно. Путин улыбается и шутит на учениях «Восток-2022» вдалеке от войны с Украиной. Президент России Владимир Путин улыбался и шутил с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник, когда инспектировал крупные военные учения на Дальнем Востоке в тысячах километрах от войны на Украине. Ну да, улыбаемся и машем. А что нам еще остается делать? Расстояние вроде, ну, таке безопасное, пока. Вот, чего вы спитаете Дальний Восток? Я вам скажу, потому что дальше куда-то сховаться от Украины уже было, от никуда дальше уже вообще. А то сейчас украинцы еще побачат, что там где-то что-то шевелится, и туда обязательно тут же что-то и прилетит. А вы ж нервный, и вот вы удивляетесь, чего они так позорно воюют. А вы еще раз на эту фотку подивите. Вот подивите еще раз. Верховный главнокомандующий, министр обороны и начальник Генштаба в самый разгар войны сдрыснули с Москвы полюбоваться, где их непотешные войска, бери какой-то очередной картонный рейхстаг в стерильных условиях, когда их реальную армию, кинуту на призволяще, прут в хвист и в гриву. И вот вы действительно уверены, что этим потеряшкам нужна реально какая-то информация про состояние на фронтах. А от чего, по-вашему, они там ховаются? Ну, а самого дурного таки нашли. Прорвался один к дряблому телу вождя, чей вышел оттуда таки и говорит, блин, вы не поверите, но оказывается, у нас все хорошо, ВИН все знает, все под контролем, никакой паники нет, отставить панику. Песков заявил о полной информированности Путина о ходе СВО. Пресс-секретарь Песков заявил об информированности Путина о перегруппировке вооруженных сил Российской Федерации. Песков указал, что глава государства находится на постоянной связи с министром обороны Сергеем Шойгу и всеми военачальниками. Ты че натворил, дурило? Ты понимаешь, что ты от этой своей, как всегда, неуместной пургой, ты взял и последнюю соломинку, за яку все русские патриоты вхопились, ты взял и ее поломал. Не виришь? Сходи, почитай паблики ваших военкоров. Там уже несколько дней такой войс стоит, и там никакого Шойгу нема. Нема. Там самое культурное слово, яке про него говорится, а ленивод. Причем говорят с такой частотой, что в украинских пабликах его даже так никуда не называли. А он, оказывается, ну ты представляешь? Вся богема сидит, ждет, что Путин сейчас, как только что-то узнает, тут же прийдет и всех повольняет, нахрен, а Путин, оказывается, все знал. Я больше даже скажу, или не говорить сразу. Клян, ну сказать им, или потянем интригу? Ладно, раз Пескове так уже всех вложил, Путин не то, что от этого все знал. Он же вот это все сам и накомандовал, сам лично, напоминаю. The Guardian, Путин лично вовлечен в принятие оперативных и тактических решений в Украине. Президент России Владимир Путин лично вовлечен в ход военных действий в Украине и принимает локальные оперативные и тактические решения, которые обычно принимают военные в звании полковника, командующие личным составом в 700 тысяч человек. Путин засиделся, патриоты в кавычках ищут виновных в разгроме под Харьковом. Наступление украинских войск в Харьковской области стало неприятным шоком не только для российского командования, но и для российских патриотических блогеров. Соцсети заполнились мрачными размышлениями о предателях, которых они ищут как наверху, так и в своих рядах и одновременно о необходимости срочно сплотиться. И это вы еще подожди, это еще никто толком ничего не начинал. Вы еще даже не догадуете, что вы будете говорить про своего бывшего кумира и идола через какие-то там месячишку другие. А там, собственно говоря, и насрать. У него все в жизни просто. Он там с утра встав, пішел, поломав колесо обозрения, а потом пішел, полюбовался цветами украинского прапора, который и так ему всю ночь снился, потому что он даже не удивился, что там что-то не так. А потом от них как делать, пішел там, поигрався в солдатики, проиграв. И, ну, и пішел собі спокойно спать. А что ему еще делать? Смартфона у него як не было, так и немало. Он чисто физически даже не сможе прочитать, что про него лично сами упор эти патриоты в интернетах пишут. А прочитав бы, не факт бы, что и понял. Кто такой цей плешивый фюрер вместе с его верным алленеводом, которого там они уже який день поносят. А потом говорит, что-то не спится, блин. Чем бы ее заняться? А пойду сейчас роту другую из-под изюма из окопов, як выдерну посреди ночи. О, прикол будет. А чего? Ну, у чувака хобби таки. Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают. Ну, люди в шоке, глаза вылазят у них. Ну, а мне это по приколу. Смотреться, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно еще дождя горит. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...